это программа израиль за неделю на исходе каждой субботы я борис штерн и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях прошедших семи дней в израиле добрый вечер на войне надо многое читать между строк ну например сказали наступление не будет значит наступление будет или сказали переговоры провалились значит переговоры не провалились но и наоборот война на северной границе не война значит там действительно идет война мир очень не хочет видеть всего того что происходит в израиле последние 134 дня так как он хочет видеть что-то совершенно другое синуаров катакомбах жалко бопор о туннелях не знал ну в общем черное это белое и наоборот правда все же немного проще война это война война которую мы ведем было нам не нужна но из-за террористов хамас она стала абсолютной реальностью и также неизбежной станет победа в этой войне поражение тех кто и начал потому что таков путь собственно об этом и многом другом сегодня в программе израиль за неделю в одностороннем порядке вашингтон грозит признать независимое палестинское государство без согласования с израилем чего стоит поддержка сша если все не так однозначно золотая рука царь провел беспрецедентно сложную операцию в хан юноси по спасению израильтян похищенных террористами хамас военно-политическое руководство заявляет спасли двух спасем и всех остальных рафеях раздора переговоры в каире провалились прекращение огня не будет мировое сообщество предупреждает что не потерпит масштабную операцию в последней части сектора газа которую контролируют террористы рафеях следующие поле битвы вы смотрите программу израиль за неделю в одностороннем порядке именно так вашингтон грозит признать палестинское государство без согласования с израилем если израиль не образумится и не начнет защищать гражданское население в секторе газа с одной стороны это просто слухи с другой стороны есть вопросик а чего на самом деле стоит поддержка сша если все не так однозначно подробности начала недели далее сша пересматривают устоявшуюся политику на ближнем востоке американские сми утверждают белый дом готовится признать палестинское государство и согласие иерусалима ему не нужно сенсационную новость публикует портал аксиус естественно со ссылкой на осведомленные источники статья сказано глава госдепа энтони блинкем попросил своих сотрудников провести анализ и представить варианты возможного признания палестинского государства как отмечает аксиус рассматриваются несколько вариантов двустороннее признание государства палестина не использовать свое право вето чтобы помешать совету безопасности он принять палестину в качестве полноправного государства члена оон поощрение других государств признать палестину то что американская администрация считает создание государства палестина ключом к урегулированию ближневосточного конфликта не новость и тем более не сенсация президент сша джо байден после телефонного разговора с премьер-министром бениамином нетаньягу сказал что государства бывают разные с ограниченными возможностями и без армии главная цель вашингтона обеспечить безопасность израиля поэтому если будет создано палестинское государство оно должно быть демилитаризованное которое признает израиль кстати с аналогичной инициативы еще в мае 2015 года выступил и нетаньягу предложив рамале прямые переговоры но предложение не было встречи на энтузиазмом в госдепартаменте сша сегодня еще раз объясняют чего добивается вашингтон сша активно добиваются создания независимого палестинского государства с реальными гарантиями безопасности для израиля да мы считаем что это лучший способ принести мир и безопасность израилю палестинцам и всему региону мы проверяем широкий спектр вариантов и обсуждаем их с нашими партнерами в регионе есть несколько способов которыми вы можете это сделать существует ряд последовательных мероприятий которые вы можете выполнить для достижения этой цели мы изучаем широкий спектр вариантов и обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами в администрации США. Дальнейшие шаги госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в рамале с Махмудом Аббасом. Номер один американский дипломатий рассказал своему визави, что продвигает план Вашингтона, согласно которому обновленная версия палестинской национальной администрации сможет управлять западным берегом и сектором газа. Позиция США заключается в том, чтобы доходы от налоговых поступлений в бюджет автономии, которые собирает Израиль, получала палестинская администрация в соответствии с ранее заключенными договоренностями. При этом глава Госдепа, наряду с заверениями в поддержке Иерусалима и заявлением, что Израиль проводит операцию по уничтожению Хамаса, допустил в адрес израильских властей довольно резкие высказывания. США довели до сведения Израиля свое мнение о том, что военная операция продолжает приводить к жертвам среди мирных палестинцев в секторе газа. Их число по-прежнему слишком велико. Ужесточил подходы президент США. После санкций в адрес израильских поселенцев Джо Байден стал открыто давить на Израиль в вопросе прекращения огня на длительный период. 81-летний президент в неторопливой речи со множеством оговорок, назвав президента Египта Ассиси президентом Мексики, произнес вещи, которые явно можно истолковать не в пользу Иерусалима и действующего премьера Неданьягу, а в пользу предвыборной адженда кандидатов президента Демократической партии. Я считаю, что ответные действия в секторе газа были чрезмерными. Я думаю, вы знаете, что изначально президент Мексики Сиси не хотел открывать ворота, чтобы пропустить гуманитарный груз. Я разговаривал с ним. Я убедил его открыть ворота. Я поговорил с Биби, чтобы он открыл ворота с израильской стороны. Я очень, очень усердно добивался доставки гуманитарной помощи в газу. Есть много невинных людей, которые голодают. Множество невинных людей, которые попадают в беду и умирают. И это нужно остановить. Это во-первых. Во-вторых, я был тем парнем, который доказывал, что нам нужно сделать гораздо больше, чтобы увеличить количество поступающего груза, включая топливо и предметы первой необходимости. Я разговаривал по телефону с катерцами. Я разговаривал по телефону с египтянами. Я разговаривал по телефону с саудитами, чтобы доставить в газу как можно больше гуманитарной помощи невинным людям, невинным женщинам и детям, которые нуждаются в помощи. И вот чего мы добиваемся. Я настаиваю на том, чтобы прекратить огонь, освободить удерживаемых Хамасом заложников. Потому что, как вы знаете, я неустанно работаю над этой сделкой, чтобы добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе газа. Длительной паузой, но не полного прекращения огня. На прошлой неделе США вновь отказались поддержать резолюцию, предложенную Совету безопасности ООН о немедленном завершении войны. Не только в Вашингтоне говорят о необходимости создания государства Палестина. Так, накануне своего ближневосточного турне глава британского форен-офиса заявил. Мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство. Что оно будет включать? Как оно будет работать? Это может быть одним из факторов, которые помогут сделать этот процесс необратимым. По мере того, как это произойдет, мы с союзниками будем рассматривать вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН. Впрочем, Кэмерон назвал невыполнимое условие для этого. Если после прекращения огня в секторе газа лидеры движения «Хамас» покинут анклав. В Израиле заявления западных союзников в поддержку палестинцев восприняли в штыки. Премьер-министр Бениамин Итаньягу выступает категорически против. Во время войны с «Хамасом» говорить о создании палестинского государства невозможно. Цели остаются прежними – уничтожение террористов, демилитаризация газа и дерадикализация палестинского общества. Продолжение военного давления – необходимые условия для освобождения заложников. Уступить бредовым требованиям «Хамаса» – это не только не добиться освобождения заложников, но и навлечь на себя новую резню, навлечь на нашу страну новое ужасное бедствие, на которое не согласится ни один израильтянин. И по поводу того, что будет после войны. Я хочу прояснить еще раз. После войны – это после «Хамаса». Ни части «Хамаса», ни остатков «Хамаса». Всего «Хамаса». Я сказал госсекретарю США Блинкену, что после того, как мы искореним «Хамас», позаботимся о том, чтобы газа была демилитаризована раз и навсегда. История уже доказала, что только одна сила может обеспечить такое разоружение. Это Израиль. Посредством ЦААЛя и других наших силовых структур. Это означает, что Израиль будет свободно действовать в газе в любом месте и в любое время, как только потребуется. Премьер объяснил, сейчас наступил глобальный исторический момент, в который решается, как будет дальше выглядеть Ближний Восток. И чтобы победить зло в лице Ирана, необходимо победить «Хамас», так как весь мир сейчас следит за этой войной и смотрит, чем закончится дело. Закончиться это может в самое ближайшее время. Вашингтон-Пост пишет, что процесс нормализации с палестинцами должен резко продвинуться вперед в течение двух месяцев, после чего окно начнет закрываться. И в Израиле об этом якобы проинформированы. Однако, если израильский премьер отдаст приоритет своей внутренней аудитории в переговорах с Хамасом, он может исчерпать терпение арабских лидеров, которые все больше разочарованы растущим числом смертей среди палестинского гражданского населения в секторе. Это уже выводы госсекретаря США по итогам визита в регион. Израильтянам придется решать, что они хотят делать, когда они хотят это делать и как они хотят это делать. Никто не будет принимать за них эти решения. Все, что мы можем сделать, это показать, каковы возможности, варианты, каким может быть будущее и сравнить его с альтернативой. И альтернатива выглядит как бесконечный цикл насилия, разрушения и отчаяния. Израиль готовится к масштабной операции на самом юге сектора Газа. Премьер-министр страны Бениамин Нетаньягу отдал распоряжение службам безопасности и армии обороны разработать план эвакуации гражданских лиц из Рафиаха, города на границе с Египтом, где расположены основные временные убежища для покинувших северный и центральный районный анклава палестинцев. Нетаньягу считает, что без зачистки Рафиаха говорить о выполнении одной из главных целей войны, уничтожении военного потенциала Хамаса, не приходится. Наши солдаты сейчас находятся в Хан Юнисе, главном оплоте Хамаса. Вскоре они войдут в Рафиах, последний бастион Хамаса. Они сделают это, как делали до сих пор, обеспечив гражданскому населению безопасный проход в безопасные зоны. И они сделают это, несмотря на злобные попытки Хамаса помешать гражданскому населению уйти под дулом пистолета. Категорически против израильской операции в Рафиахе выступает Египет. В Каире опасаются, что в этом случае палестинцы могут прорвать границу и ринуться на Синай. Египетские силы безопасности в срочном порядке укрепляют позиции. К сектору газа подтягивают солдаты и бронетехнику. В ООН также считают недопустимым ввод израильских войск в Рафиах. Мы крайне обеспокоены судьбой мирных жителей в Рафиахе. Ясно то, что людей необходимо защищать, но мы также не хотим видеть какое-либо принудительное массовое перемещение людей, которое по определению происходит против их воли. Мы никоим образом не поддержим принудительное перемещение, которое противоречит международному праву. Я думаю, что генеральный секретарь не единственный лидер на мировой арене, который выразил обеспокоенность по поводу военных действий Израиля, который мы сейчас наблюдаем или о которых, так сказать, объявляется заранее. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН утверждает, что беспрецедентная плотность населения Рафиаха делает практически невозможной защиту гражданского населения в случае наземных атак. Обычные маршруты перекрыты палатками, установленными семьями, ищущими любую доступную, ровную и чистую поверхность. По данным ООН, на сегодняшний день в Рафиахе и его окрестностях находится почти полтора миллиона палестинцев, то есть фактически три четверти населения всего Анклава. Не поддерживают Израиль в этом вопросе основные союзники. В Вашингтоне считают, что подобная операция требует крайне детальной проработки, так как речь идет о таком количестве людей, что любая ошибка или недочет может привести к масштабной трагедии. Впрочем, в Белом доме признают, что сама операция неизбежна. Вы все знаете, что более миллиона палестинцев укрываются в Рафиахе и его окрестностях. Им сказали идти туда. Там много перемещенных лиц. И на израильских военных лежит особая ответственность, когда они проводят операции там или где-либо еще, убедиться, что они учитывают защиту невинных гражданских лиц. Я могу вам сказать, что при отсутствии полного обеспечения защиты гражданского населения, военная операция прямо сейчас может обернуться катастрофой. И это не то, чтобы мы поддержали. Предостерегают Иерусалим и в Европе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Рафиах может стать для Израиля непоправимой ошибкой. Схожей позиции придерживается и находящийся с визитом в США канцлер Германии Олаф Шольц призывает Иерусалим сосредоточиться не на планировании военных операций, а на включении в международный план мирного урегулирования. США и Германия поддерживают право Израиля на самооборону. Мы защищали это его право во всех международных организациях, где мы проводили дискуссии. И мы придерживаемся в этом вопросе очень четкой позиции. Но сейчас мы должны перейти к обсуждению перспективы на будущее. Должно быть решение о двух государствах, которое позволит Израилю и палестинскому государству мирно сосуществовать. США, Германия и многие другие согласны с этим. И мы будем активно работать, чтобы такое развитие стало возможным. Но руководство Израиля, похоже, решило довести дело до конца. Иерусалим отказался от переговоров в Каире. Премьер-министр Нетаньягу назвал выдвинутые Хамасом условия освобождения заложников неприемлемыми. Впрочем, в Израиле дали понять, делегация переговорщиков готова отправиться в Египет, если Хамас проявит здравый смысл. При этом Нетаньягу озвучил собственный план мирного сосуществования Израиля и палестинцев. И ключевым пунктом в нем является прекращение существования Хамаса. Фактически, мы должны стремиться к тому, чтобы школьники в секторе Газа были воспитаны в духе мира и сосуществования. Согласитесь, это займет время. Но мы видели, как это происходило в других частях мира и в самих государствах Персидского залива. Мы приветствовали бы участие умеренных арабских государств в создании другого, лучшего будущего для Газы. Это также потребует, чтобы Бапор, которая увековечивает проблему палестинских беженцев, чьих школах внушают палестинским детям идеи геноцида и террора, и из чьих рядов выросла дюжина террористов-убийц, принимавших участие в резне 7 октября, должно быть заменено ответственными агентствами по оказанию помощи. Мы находимся на стержне истории, когда регион может двигаться либо в направлении света, либо в направлении тьмы. И мы не позволим силам тьмы во главе с Ираном победить. Решение воздержаться от визитов Каир было единогласно одобрено членами военно-политического кабинета. Было решено, что ехать не стоит, потому что требования террористов неприемлемые. Прекращение боевых действий, вывод войск и освобождение из израильских тюрем тысяч террористов. В Иерусалиме считают, что требования Хамаса предназначены скорее для внутреннего пользования. И что главари террористов прекрасно осознавали, что Израиль их не примет. Остается ждать реалистичных предложений. Не в последнюю очередь израильское руководство рассчитывает на давление на Хамас со стороны посредников. Особенно в свете анонса наступления на Рафиях. Гость нашей программы сегодня адвокат Марк Книжевский. С ним мы обсудим итоги прошедшей недели. Марк, добрый вечер. Шалатов, хорошей недели. Добрый вечер. Международный суд в Гааге, Международный уголовный трибунал в Гааге, куда отправились родители и родственники похищенных израильтян. Насколько вообще можно судить, позитивно или непозитивно складываются отношения у Израиля с этой международной судебной системой? Вы знаете, вообще-то у Израиля сейчас складывается не очень позитивная картина на международном уровне. В том числе и в тех международных трибуналах, где рассматриваются иски Южной Африки против Израиля. Это, конечно, немножко другая инстанция. Ну и, понятно же, это уголовный трибунал, куда отправились семьи похищенных. Смотрите, у этого, я думаю, более символическое какое-то будет решение. Почему? Потому что, ну, с кем мы имеем дело? Мы имеем дело с террористической организацией. Это не люди, которые, ну, я не знаю, если на них есть управа, кроме как силой. То, что мы сегодня, вся эта операция, которую мы сегодня ведём. Поэтому я, если честно, не знаю, что может решить суд, когда почти, какой будет состав этого суда, который будет рассматривать. Вы видели, что происходило в момент, когда рассматривали иск Южной Африки против Израиля. Почти все были, ну, можно сказать, против нас. И буквально только двое судей были за нас. Это один из них, это наш. И Уганда. Поэтому мне тяжело оценить это, знав, какой европейский настрой против нас и против той операции войны, которая сейчас идёт в Израиле. Хорошо. Но решение международного суда ООН в ГАГе вот по этому иску, вот это предварительное решение, очень многие в Израиле интерпретировали как, ну, в общем, некую нашу победу. Ну, как сказать победа? Победа – это наша маленькая победа. Но мы проиграли с точки зрения того, что суд полностью не отклонил исковое заявление, что суд, да, будет рассматривать, происходит ли геноцид де-факто в секторе ГАЗе или нет. Ожидалось бы, конечно, чтобы была тотальная победа, чтобы суд сказал, что мы не принимаем это исковое заявление. Это было понятно. Наша юридическая команда, которая представляла интересы нашей страны, фантастически выступила в суде. Я лично смотрел, видел весь этот процесс. Была просто фантастика. Как говорится, факты говорят сами за себя. На нас напали 7-го, 10-го. Мы себя защищаем. А то, что они натворили здесь, это и есть самый настоящий геноцид, который они нам устроили. Поэтому, знав и саму организацию ООН, и все резолюции, которые на протяжении многих лет принимаются против Израиля, в том числе и того, кто стоит во главе ООН, который не скрывает свою несимпатию в мягко сказанных нашей стране. Это буквально на днях тоже были какие-то непонятные высказывания, пытаясь лезть в нашу внутреннюю политику. Поэтому ждать правосудия или чего-то позитивного в нашу сторону я бы не стал. Международный уголовный суд в Гааге, куда отправились родственники и друзья похищенных израильтян, это несколько иная структура. Это, скажем, суд более высокого уровня, как считают отдельные эксперты. Какое решение там может быть принято? Насколько оно будет обязательным для тех же членов террористической организации ХАМАС? Ответ уже есть в вашем вопросе. Потому что как можно заставить нелюдей, террористов прислушаться к какому-то решению, какого-то там трибунала? Есть страны, которые громко говорят о том, что ХАМАС – это террористическая организация. Есть много стран, которые говорят, что это войны за независимость. Тут уже, знаете, смотря на кого мы попадем. Теперь, какие де-факто будут инструменты у этого трибунала, даже если он вынесет такое решение? Это тяжелый вопрос. Потому что нет никаких эффективных инструментов, что окей, они вынесли решение, ХАМАС немедленно освободите заложников. И дальше что? Если ХАМАС не освободит заложников, то что? Что? Какие санкции? Будут экономические санкции против ХАМАС? Что будет? Они не обязаны прислушать. Как бы все ожидают того. Это может быть какое-то более будет дипломатическое, какое-то более международное, какое-то показательное решение. Например, запретить выезд или перемещение между странами публичным персонам ХАМАСа, которые живут в Катаре, в Турции жили до недавнего времени в Ливане. Но это повлияет на что? Ну, вы знаете, это тоже вопрос немножко даже абсурдный. Где они живут? Они живут в Катаре. Куда они еще передвигаются? В Турцию? Ну, мы не самые лучшие друзья Турции, это понятно, в последнее время. Катар, у нас с ними вообще нет никаких дипломатических отношений. Я очень сильно сомневаюсь, что лидеры террористической группировки ХАМАС будут передвигаться куда-то в какой-то цивилизованный мир, знав, что мы сейчас за ними охотимся, мягко сказано, и знав, что, может быть, действительно их кто-то может арестовать. Поэтому я все-таки предполагаю, что ничего здесь не произойдет. Но, смотрите, достаточно посмотреть тот процесс, которым был Международный суд, где принялось вот это решение, где нас обязали предоставлять больше гуманитарной помощи и соблюдать международное право. И все равно сам центральный иск по геноциду они не отклонили. И вы видите, какой настрой, куда, как говорится, дует ветер. Я думаю, что из этого можно и понять, что будет происходить и в уголовном суде. Потому что те же аргументы, те же факты, то же кино, те же съемки с камер террористов, которые были показаны и в этом суде, все будет плюс-минус то же самое показываться. Но получается, что очень важен вопрос. А есть объективное международное право? Или международное право – это вот и есть тот элемент двойных стандартов? Международное право – это очень красивая терминология. И оно действительно существует. Но в таких процессах глобальных, когда идёт столкновение между злом, какой-то злой стороной, хорошей стороной, понятно, что весь мусульманский мир стоит на стороне газа, сектора газа, палестинцев. Не факт. Ну, большинство. Мы видим, что творится на забастовках. Оставьте, что люди вообще не понимают, о чём идёт речь. Люди не понимают суть нашего конфликта. Они не понимают, они говорят какие-то терминологии, и вообще не знают, что за ними стоит. Вот эти вот «from the river to the sea». И когда спрашивают, где river, где sea, никто не знает ответа на этот вопрос. Поэтому понятно, что это какое-то тиктоковое поколение, которое достаточно что-то запустить в соцсети. И я вам хочу… Хотелось бы верить, знаете, что мы живём в каком-то правовом мире, где всем восторжествует справедливость, и что только право руководит этими судьями, которые рассматривают. Но я вас уверяю, что та ярданская судья, или тот судья, который приходит из страны, который ведёт полностью пропалестинскую политику, я сомневаюсь, что он будет выносить какое-то решение против политического настроения из той страны, из которой он пришёл. Но, с другой стороны, мы наблюдаем картину, например, отношений между цивилизованным миром и хуситами. И борьба военно-морских сил коалиции против хуситов, она не подвергается никакому сомнению в Евросоюзе, в Соединённых Штатах, не выдвигают никаких обвинений. Но как-то всё проходит гладко. Причём, ну, это же тоже война. Ну, вы знаете, гладко – это так, это мягко сказано, гладко. Вы не забываете, кто стоит во главе этой коалиции. Во главе этой коалиции стоят Соединённые Штаты Америки. Но я бы хотел посмотреть, кто из этих стран, которые сейчас, в это время, когда ещё помимо всего есть и экономический кризис в мире, из-за войн, которые сейчас происходят, я бы хотел посмотреть на ту страну, которая скажет Америке, ну-ну-ну, вы неправильно делаете. Ведь понятно, что то, что творится хуситами в океанах, это непосредственно бьёт сильно по экономике, и от этого будет страдать весь мир. А здесь это конфликт, который испокон веков. Израиль, палестинцы, Газа. Понимаете, это очередной вот этот вот момент, где мир делится на две части. Марк, спасибо большое. Продолжим нашу беседу после рекламного блока. У нас ещё есть темы. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Золотая рука. Цаль провёл беспрецедентно сложную операцию в Хан-Юноси по спасению израильтян, похищенных террористами. Хамас. Военно-политическое руководство заявляет – спасли двух, спасём и всех остальных. Рафиех раздора. Переговоры в Каире провалились. Прекращения огня не будет. Мировое сообщество предупреждает, что не потерпит масштабную операцию в последней части сектора газа, которую контролируют террористы. Рафиех – следующее поле битвы. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Золотая рука. Именно так называлась специальная операция, которую провела израильская армия в секторе газа по спасению заложников, которые уже давно находятся в руках Хамаса. Военно-политическое руководство заявляет – спасли двух, спасём и всех остальных. Подробности далее. Операция «Золотая рука» в Рафиехе. Бойцам израильского спецназа удалось освободить двоих заложников, похищенные в ходе кровавой атаки Хамаса 7 октября. 61-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луис Хар доставлены в безопасное место и уже воссоединились со своими родственниками и близкими. Мы были немного шокированы. Мы не знали, мы этого не ожидали. Мы их видели. Было много слёз, объятий и мало слов. Мы были так рады их видеть. Я не знаю, какое у них реальное самочувствие. Морально они выглядят нормально, физически они выглядят нормально. Но мне кажется, что в ближайшие дни или недели нас ждут взлёты и падения, и мы очень надеемся на лучшее и желаем им крепкого здоровья. Луиса и Фернандо похитили из кибуца Нир Ицхак вместе с тремя другими членами семьи. 17-летнюю Мию Лейнберг, её мать, 59-летнюю Габриэлу и тётю Ми, 63-летнюю Клару Марман удалось освободить в ноябре 2023 года. Нынешняя операция, согласно заявлению военного руководства, стала результатом тщательного планирования. Заложников обнаружили на втором этаже в одном из зданий в Рафиахе. «Мы привезли Луиса и Фернандо домой. В ходе совместной спасательной операции ЦААЛа, Шабака и полицейского спецназа мы спасли похищенных Луиса Хара и Фернандо Мармона. Это была сложная спасательная операция под огнём в центре Рафиаха, основанная на очень высококачественных разведывательных данных, собранных отделом военной разведки Шинбет». Армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по целям Рафиахи, последнем бастионе Хамаса в секторе Газа. Проблема заключается в том, что в этом районе сосредоточены около полутора миллионов гражданского населения, как местных жителей, так и вынужденных переселенцев из северных и центральных районов Анклава. Министерство здравоохранения Газы сообщает о десятках погибших. Впрочем, проверить эти цифры независимо не представляется возможным. Хамас контролирует все административные органы в секторе, включая Минздрав. Правительство США и независимые эксперты считают данные о погибших завышенными в разы. В то же время представители ООН и гуманитарных организаций настаивают, что у них нет причин для недоверия, сведениям, предоставляемым группировкой. В Иерусалиме в связи с этим призывают ООН и другие международные организации определиться, кого они хотят спасти – мирных жителей или Хамас. «Мы хотим обратиться с срочным призывом к международному сообществу. Настало время помочь защитить мирных жителей Газы от террористов Хамаса, которые пытаются использовать их в качестве живого щита. С самого начала войны, которую развязал Хамас, Израиль принял обширные меры для защиты гражданского населения в секторе Газа от злобных попыток их собственных лидеров держать его на линии огня». Готовившееся наступление на Рафех обсуждалось уже несколько дней. Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий в перенаселенном городе. Против выступали в том числе и главные союзники Израиля. В воскресенье президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньягу, что наступление на Рафех не должно происходить без мер по обеспечению безопасности гражданского населения. Тот обещал учесть обеспокоенность США. Теперь крайнюю степень обеспокоенности выражает Лондон. «Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Рафехе. Мы действительно думаем, что невозможно представить, как можно вести войну среди этих людей. Им некуда идти. Они не могут пойти на юг, в Египет. Они не могут пойти на север и вернуться в свои дома, потому что многие из них были разрушены. Поэтому мы обеспокоены ситуацией и хотим, чтобы Израиль остановился и очень серьезно подумал, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия». Власти Египта контролируют южную границу Газа и категорически отвергают призывы пустить беженцев на Синайский полуостров, мотивируя это соображениями национальной безопасности. Иерусалиме подчеркивают, никто не сможет помешать Израилю уничтожить последние четыре батальона Хамаса в секторе Газа и добиться освобождения 134 заложников, остающихся в руках террористов после резни 7 октября. Но решения, которые международное сообщество может принять сейчас, все еще могут защитить гражданское население от войны, которую им навязал Хамас. «Мы призываем агентство ООН сотрудничать с Израилем по защите гражданского населения от Хамаса и его эвакуации из зоны боевых действий, где террористы пытаются использовать их в качестве живого щита. Не говорите, что это невозможно сделать. Работайте с нами, чтобы найти способ». Израиль настаивает, что бомбардировки носят точечный характер, ведутся по разведанным заранее целям, среди которых арсеналы, тоннели и штабы боевиков, и что гражданское население заблаговременно получает предупреждение о местах нанесения ударов. Напомню, гость нашей программы сегодня адвокат Марк Книжевский. С ним мы продолжим подведение итогов недели. Марк, еще одна тема, которую обсуждают параллельно, может быть не так громко, это возможность или вероятность открытого судебного процесса над теми террористами, которые сейчас находятся в плену у Израиля. То есть над теми людьми, которые несут ответственность в той или иной степени за резню 7 октября. Насколько это реально? Насколько это приемлемо для израильского общества и понятно для международного сообщества? Я думаю, что у нас есть полное право судить этих нелюдей, которые напали на нас с 7-го, 10-го. Но здесь есть несколько вопросов в связи с тем, что мы их будем судить в Израиле. И сейчас непонятно, будет ли это какой-то особый трибунал, или это все-таки будет наш областной, потому что все убийства и издевательства, которые они сделали, происходили на территории Израиля, значит, мы имеем право их судить. Теперь это будет уголовный суд. Поэтому здесь нужно исти правила по кодексам, по уголовному кодексу Израиля. Значит, надо собирать доказательства. Я так предполагаю, что наши все органы именно этим и заняты. Для того, чтобы доказать вину и причастность каждого из них к той или иной ситуации. И, конечно же, их нужно каждого из них судить во всей строгости закона, который только есть в Израиле. И, знаете, иногда есть действительно моменты, когда, я думаю, что много кто сожалеет, что у нас нет смертной казни в Израиле. Это бы решило проблему, или это было бы, не знаю, той самой точкой, которая, может быть, бы остановила террористическую активность. Вы имеете в виду смертную казнь? Или сам это вот? Смертную казнь. Ну, вы знаете, когда мы имеем дело с нелюдями, которые понимают только силу, я не уверен, что многие из них горят большим желанием встретиться с этими девственницами, которыми им обещают на том свете. Большинство из них, наверное, не верят в эти байки. Мы видим, каким количеством они сдаются. Потому что если бы действительно все было бы так, и всех ждали такое количество девственниц на том свете, они бы, наверное, такими количествами не сдавались, подняв руки. Поэтому я все-таки думаю, что им дорого жизнь, они хотят жить. Многие из них, наверное, есть семьи. Но об этом надо было думать раньше, прежде чем братья руки в руки и наступать на нас. Возможный процесс, о котором мы говорим, это аналог того, что мы видели в Нюрнберге после Второй мировой войны? Это аналог процесса над Милошевичем в Гааге, который уже мы сегодня упоминали? Или это должно быть что-то примерно или совершенно другое? Нет, я думаю, это будет где-то похоже на Айхмана, которого вы не упомянули. Я думаю, что это судебный процесс. Я думаю, что он должен быть в прямом эфире. Люди должны, весь мир должен видеть, что, слава богу, у нас есть нормальная юридическая система, судебная система, которую, слава богу, не удалось поменять. И что мы действительно рассматриваем все факты, что мы действительно нормальное государство, нормальное правовое государство. Понятно, что у них будут правы на самозащиту, как во всех уголовных делах. Я, конечно, не знаю, у кого хватит совести, чтобы защищать этих людей. Но по закону каждому человеку, даже последнему нелюдью какому-то, полагается справедливый суд и защита. Здесь, конечно, будут много вопросов, кто же им будет предоставлять эту защиту. Но они должны пристать перед судом. Процесс Айхмана вызвал много споров, в том числе и в Израиле. Что необходимо сделать для того, чтобы споров не было? Ну, вы знаете, я думаю, что это и есть тот единственный момент, когда мы все, как государство, как народ, все, у нас есть определенный консенсус. Мы полностью будем, я думаю, поддерживать этот процесс. Я думаю, что здесь спора не будет. Весь мир должен увидеть, что помимо силы, помимо вот этого армии, которая у нас есть, помимо вот этого удара, который мы сейчас по ним наносим, что у нас есть еще и вторая сторона. Это то, что мы единственное демократическое государство в этом регионе. Мы правовое государство. И то, что даже они заслужат, ну, насколько это справедливый юридический процесс в отношении себя. Ну, вопрос ведь все-таки в том, насколько эту справедливость воспримут в мире. А если перенести, например, тот же процесс в Гагу, или это автоматически понижает статус объективности, или возможность объективности? Я думаю, что этот процесс должен проходить в Израиле, потому что все преступления были совершены в Израиле. Я думаю, что у нас юридическая и судебная система довольно сильная и независимая. И я думаю, что мы будем их судить правильно, так, как полагается по закону. Нас не должно интересовать мнение кого-либо. А если кого-то интересует это мнение, то я бы попросил наших людей, у которых в руках находится вот этот фильм знаменитый «47 минут», правильно? Я бы, наверное, отправил бы каждому из них посмотреть на этот фильм, что они сотворили у нас с 7-го, 10-го. Но какова вероятность того, что государство пойдет именно на такой шаг? Выгоден ли этот шаг, скажем, Израилю с точки зрения государства? В смысле, выгоден или не выгоден? Ну, то есть, согласится ли государство проводить такой процесс, который еще до того, как объявлен, уже является предметом спора? Будет ли он справедливый, не будет он справедливый? А перед кем мы должны отчитываться? Сами перед собой. Я думаю, что перед собой мы полностью чисты. Если уже есть какая-то доказательная база, на которую можно обосновать уголовную ответственность, я думаю, что она есть, то мы должны судить всех. Даже если это речь идет о тысячах, мы должны судить всех поголовно. Каждый из них должен понести наказание. Наказание, опять же, связано с законом. Закон Израиля, ну, скажем так. Гуманно слишком. Да, они за это время могут получить образование, образование, как тот же самый Синуар, который отсидел здесь столько лет. Сейчас он, видите, как он себя ведет. И хороший еще и психолог, оказывается, знает полностью нашу израильский менталитет. И еврит знает. Но, вы знаете, для этого мы и есть. Правовое государство – это то, что есть. К сожалению, они будут наказаны в рамках закона. Пока что смертной казни у нас нет. Значит, они будут получать то наказание, которое написано в уголовном кодексе. Часто звучит мнение, что вообще вот эта тема о введении смертной казни в Израиле, которая, кстати, де-факто существует, она просто фактически не используется, ну, популизмом. Говорят, что это не произведет ни на кого впечатление, не станет стопером для террористов. И вообще, в принципе, используется эта тема исключительно с точки зрения внутренней политической повестки. Ну, я думаю, это более базируемое, если углубиться более как бы в историю еще, о тонах, ну, глаз за глаз. Я думаю, что тот человек, который пришел убивать и убил, я думаю, что его присутствие на этой земле не обязательно. Ну, может быть, у меня какие-то будут сейчас очень радикальные высказывания, как бы, ну, это лично мое мнение. Поэтому и отчитываться нам не перед кем. И я думаю, что весь мир и наши соседи, а вот именно наши соседи, должны понимать, что с нами, с государством Израиля, дела иметь не нужно. И нападать на нас не нужно. Даже если нас поймали в какой-то момент неготовности, но мы можем собраться и ударить так сильно, что это будет слышно на другом конце света. Марк, здесь поставим запятую. У нас есть еще одна тема, которая касается внутренней израильской политики. Ее обсудим после рекламы. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». Рафия Храздора. Переговоры в Каире провалились. Прекращения огня не будет. Мировое сообщество предупреждает, что не потерпит масштабную операцию в последней части сектора газа, которую контролируют террористы. Рафия Храздора. Следующее поле битвы. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Рафия Храздора. На этой неделе к середине переговоры в Египте по прекращению огня просто провалились. Его не будет. При этом за несколько часов до провала формулировки звучали так. Вот-вот Израиль и Хамас договорятся. Не получилось. Теперь мировое сообщество пытается надавить на Израиль и предупреждает, что не оценит масштабную военную операцию в Рафиихе, последнем месте в секторе газа, которое полностью находится или частично под контролем террористов. Подробности далее. Израиль, США, Египет и Катар обсуждают возможность перемирия в секторе газа в обмен на освобождение заложников, остающихся в плену террористов Хамаса. Для этого в Каир прибыли глава МОСАДА и ЦРУ Давид Барнеа и Уильям Бернс, премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани. Переговоры обещают быть сложными. Условия, выдвинутые ранее Хамасом, были отвергнуты Израилем, начавшим штурм последнего бастиона радикальной группировки города Рафиах на самой границе с Египтом, где нашли убежище около полутора миллионов палестинцев, вынужденных покинуть свои дома на севере и в центральных районах сектора газа. Президент США Джо Байден на встрече с прибывшим в Вашингтон королем Иордании Абдалой II выразил надежду, что стороны все же сумеют прийти к компромиссу. «Мы активно работаем ради мира, безопасности и достоинства как палестинского, так и израильского народов. Я работаю над этим день и ночь. Как мы с королем обсуждали, Соединенные Штаты работают над сделкой по освобождению заложников между Израилем и Хамасом, которая принесет немедленный и продолжительный период спокойствия в секторе газа, по крайней мере на шесть недель. Это даст нам время для того, чтобы построить что-то более прочное». При этом Байден в очередной раз предостерег Израиль от масштабной наземной операции в Рафиахе. Глава Белого дома уверен, что ввод войск в густонаселенный город чреват огромными потерями среди гражданского населения, что не будет способствовать стратегическим задачам Израиля – нормализовать отношения с арабскими соседями, которые после атаки Хамаса 7 октября и последующего вторжения израильских войск в газу практически сошли на нет. «Король и я также обсудили ситуацию в Рафиахе. Как я уже говорил, военная операция там, крупная военная операция в Рафиахе, не должна продолжаться без заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности и поддержке более чем одного миллиона человек, укрывающихся там. Многие люди были перемещены туда, спасаясь от насилия на севере. И теперь они в ловушке в Рафиахе, незащищенные и уязвимые. Их нужно защищать». Король Абдала со своей стороны заявил, что все нападения на невинных гражданских лиц, женщин и детей, включая нападения Хамаса 7 октября, не могут быть приняты ни одним мусульманинам. Монарх дал понять, штурм Рафиаха будет означать точку невозврата. Война должна быть прекращена до тех пор, пока Израиль перейдет черту, за которой регион будет втянут в масштабную войну. «Ситуация уже невыносима для более чем миллиона человек, которых вытеснили в Рафиах с начала войны. Мы не можем стоять в стороне и позволять этому продолжаться. Сейчас нам необходимо прочное прекращение огня. Эта война должна закончиться». О том, что регион действительно находится в шаге от возобновления арабо-израильских войн прошлого века, говорят сигналы из соседней Сирии. На фоне визитов Дамас главы иранского МИДа Хусейна Амира Абдалахиана его местный коллега Фейсал Микдад выступил с прямыми угрозами в адрес Израиля. «Сирия вела несколько войн против сионистского режима и теперь мы готовы к новым войнам. Сирия сама решит, когда, где и как начинать». Президент Сирии Башар Асад на встрече с главным иранским дипломатом со своей стороны выразила беспокоенность по поводу продолжающихся поставок Вашингтоном летального оружия Израилю и его военных операций в различных частях Ближнего Востока, заявив, что они создают риск эскалации ситуации. Заявление Дамаска – часть политики Тегерана, пытающегося во что бы то ни стало не допустить деэскалации конфликта и побудить арабские страны ввязаться в войну. Именно этим, считают аналитики, обусловлены как трансграничные обстрелы севера Израиля со стороны Ливанской Хизбаллы, так и нападения на американские базы в ближневосточных странах, организованные проиранскими группировками в Ираке, а также атаки на торговые маршруты в Красном море и Аденском заливе, осуществляемые еменскими хуситами. Не случайно в ходе своего ближневосточного торнея Хосейн Амир Абдуллахьян встретился в Дохе и с лидером политбюро Хамаса Исмаилом Ханией. Вполне возможно, что Тегеран передал определенные установки по поводу сделки с Израилем. Тем не менее, посредники надеются, что поездка главы Моссада в Каир сигнала готовности Израиля к дальнейшим переговорам, несмотря на риторику его премьера Бениамина Нетаньягу, буквально накануне визита Давида Борнея в Египет, подчеркивавшего, что лишь постоянное военное давление на Хамас позволит освободить заложников. При этом эксперты отмечают, глава Моссада не поехал бы в Каир без санкции премьер-министра. И это внушает участникам переговоров осторожный оптимизм. Тем более, что Вашингтон все более отчетливо дает понять Израилю, новые массовые жертвы среди мирного населения Газы, чем чревата полномасштабная наземная операция в Рафияхе, могут поставить под вопрос безоговорочную поддержку со стороны США. Напомню, с нами в студии сегодня адвокат Марк Книжевский. Марк, насколько внутренне политическая стабильность или нестабильность влияет на юридическую систему? Потому что параллельно войне, объединению народа, какому-то действительно удивительному единству, которого никто не ожидал от Израиля в варианте до 7 октября, сегодня у нас продолжаются внутренние определенные политические проблемы, обсуждение бюджета, обсуждение закона о призыве и много других разных вещей. Влияют ли они на то, как живет страна сегодня? Ну, непосредственно, конечно, это все влияет, конечно, но давайте немножко обратимся в историю. Сейчас это уже можно говорить, что это была какая-то история. Все, что происходило до 7-го, 10-го, это все вот эти попытки нынешнего правительства сделать юридический переворот. И, конечно же, вот этот вот раскол, я не берусь сейчас анализировать всю геополитику и все, что происходило в Израиле, но я все-таки думаю, что все страны, включая и террористическую организацию Хамас, все наблюдали над тем, что происходит в Израиле. Они прекрасно видели, как страна расколота на две части. И они поймали как раз вот этот момент нашей слабины, когда мы были несплочены, мы были заняты внутренними конфликтами, всеми этими забастовками, юридическая система и так далее и тому подобное. И конечно же это да, повлияло, но спрашивайте вы меня, если это влияет на нашу юридическую систему, то я хочу верить, нет, я все-таки верю в то, что у нас независимая, очень сильная судебная система, юридическая система, наша судебная система имеет очень большой вес и уважение во всем мире. Вот обратите внимание, один из судей, который был в ГАГе, это Арон Барак, у него есть огромный авторитет в мире, с ним можно не соглашаться, можно с ним соглашаться с его решениями, так как он себя вел глава Верховного Суда, мы можем его любить и не любить, но здесь сейчас не идет речь, он не должен никому нравиться, он должен судить, он должен судить в рамках тех законов, в которых он живет, а то бишь страны Израиль. На террористов произвела впечатление юридической реформы или протесты, которые она вызвала? Ну, я думаю, что юридическую реформу как не понимали террористы, как и не понимали большинство людей в стране, которые выходили на забастовки, в основном те, которые были за. А те, которые против? Я думаю, что те, которые были против, прекрасно понимали, чем чреват весь этот юридический переворот, поэтому, да, я думаю, что этот момент сыграл какую-то роль, это было видно, как мы друг с другом ругаемся, и это, может быть, где-то оценилось какой-то слабый момент, когда мы заняты внутренними конфликтами, и посмотрите, факт налицо. Я не знаю, что на это повлияло напрямую, я верю, что будет независимая государственная комиссия, которая все будет это рассматривать, и понятно, все, что было седьмого, десятого, это просто ужас, это такой катастрофы, я не помню с момента существования этой страны, поэтому это все будет рассматриваться, но я думаю, что да, это где-то как-то повлияло. Но сегодня политики все равно используют довольно жесткие формулировки, когда обсуждают тот сам бюджет или закон о призыве, и очень часто их слова звучат провокативно. единство общества на фоне таких слов вряд ли возможно. Ну, вы знаете, к сожалению, что мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, что идет война, но какая-то вот часть населения как будто не понимает, что страна сейчас воюет. Речь идет о коалиционных договоренностях нынешнего правительства, министров, которые позволяют себе высказывать какие-то свои непонятные мнения, которые, часть из них, кстати, являются цитатами иска в международном трибунале. Это наши великие министры, которые высказывали, как сбросить ядерную бомбу, мы сейчас не будем цитировать. Эти заявления не имеют никакой силы. Они не имеют никакой силы, но факт тот, что их цитировали в суде, значит, для кого-то они, да, имеют какую-то силу. Речь идет о том, что, да, может быть, гражданский тыл сплотился, мы все вместе, все работают вместе, мы поддерживаем полностью армию. Вы обратите внимание, что было в первое время, когда началась война, какая сплоченность была у гражданского тыла. К сожалению, в правительстве, может быть, это до кого-то еще не дошло, потому что во время войны пилятся какие-то непонятные бюджетные деньги, в два раза умножаются какие-то непонятные офисы, куда пойдут эти деньги, сколько непонятно каких министерских портфелей у нас тут в Израиле есть, которые тоже стоят деньги, поэтому это все связано между собой. Но вопрос в голосовании людей, в выборе людей, эта коалиция выбрана израильским избирателем. Совершенно верно. В конце месяца у нас очередные муниципальные выборы, и тоже вопрос, вот люди идут и голосуют на муниципальном уровне. Вы знаете, начнем, конечно, с глобальных, и, конечно же, поговорим про муниципальные выборы, что тоже очень важно. К сожалению, явка, обратите внимание, наша страна находилась в каком-то непонятном спине вокруг этих выборов. У нас было пять компаний избирательных, пять. На каком-то этапе люди просто стали уже уставать. И мне, если честно, непонятен вот этот игнор людей, которые живут, граждане этой страны, которым где-то, знаете, как будто безразлично то, что происходит в этой стране. И много выбирают не ходить голосовать. И это вот то, что мы получили. Это вот наше безразличие в кавычках и наше нежелание участвовать в демократическом процессе, это и привело, это нынешнее правительство и дало им силу. Но игнор начинается на муниципальном уровне. Выборы происходят реже, но тем не менее явка избирателей... Очень низкая. К сожалению, это очень низкая. Это получается, что, в принципе, кроме процесса выбора. То есть, им что, объяснить невозможно, что вот если ты не пошел проголосовать, то ты проиграл автоматом? Вы знаете, тяжелый вопрос. Сколько пытаемся объяснить, сколько пытаются это донести до человека. Вот я не могу понять, почему действительно такая низкая явка на выборы в КНЕСЭД, ну, в парламент, а на муниципальном уровне цифры падают на 50%. Если, например, речь шла, что 60% голосовали на выборы в КНЕСЭД, то 30% явка на муниципальном уровне. Теперь, сейчас выборы, которые будут в конце этого месяца, они очень важны. Они настолько важны, что люди должны понять. Почему? Потому что огромное количество людей, к сожалению, не смогут использовать свое демократическое право проголосовать, потому что они служат в армии. Значит, процент явки будет еще ниже. А наш порядок и наша жизнь начинается с нашего дома, с нашего города. Поэтому муниципальные выборы очень важны. Ну, надеюсь, наши зрители поймут, о чем идет речь, и на муниципальные выборы придут голосовать. В конце концов, да, израильская политика начинается с муниципального уровня. Марк Нежевский, спасибо большое за участие в программе, ваш комментарий, хорошей недели, шавуатов и победы нам всем. Хорошей недели, шавуатов. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, ставьте лайки, о том, как мы проживем следующие 7 дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего, здоровья, мира и победы нам всем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова